Массовая посадка деревьев в Карагандинском парке Победы заявила о себе новая экологическая республиканская общественная организация «Посади дерева». Первая масштабная акция собрала около 80 неравнодушных горожан. К четырем часам дня центральная аллея парка Победы стала наполняться народом. Молодежь и пенсионеры, целые семьи откликнулись на призыв карагандинского филиала Республиканского общественного объединения «Посади дерево». Посадочный материал и шансовый инструмент подготовили спонсоры. Три года назад это экологическое движение основал алматинец Даурен Жолдозбаев. Сначала он решил помочь в восстановлении зеленых насаждений в урочище Медеу после схода селевого потока. Но потом понял, что вернуть звание Алматы как самого зеленого города Казахстана могут только сами люди, которые привели оазис Казахстана в десятку самых грязных городов мира. Но Даурен Жолдозбаев – противник гринписовских методов. Экологическая общественная организация «Посади дерево» действует только через добро. Главной целью нашей организации является приобщение людей к экологическим акциям. То есть мы проводим экосоциальные проекты. Задача не состоит в том, чтобы озеленить всю планету или спасти озоновый слой. Как можно больше людей привлечь к экологическим акциям. То есть это экологическое просвещение, повышение экологической культуры горожан. Идея общественной организации привлекли и молодежь Караганды. Управление молодежной политики работает со всеми слоями молодежи. Это может быть неформалы, и брейкеры, и рокеры. Мы со всей молодежью работаем. И сегодняшнее мероприятие показывает, что каждая молодежь любит свой город. Ну и чтобы поднять настроение, боевой дух для энтузиастов группа поддержки быстро настроила гитарные струны. Мы мечтаем нашу землю превратить в самую счастливую планету. На планете этой, ведь мечтать, любить нам, друзья, по силам это. Республиканская общественная организация «Посади дерево» – некоммерческое предприятие. Ее деятельность направлена в первую очередь на сохранение зеленого фонда страны. Волонтеры, экологи уже собирали желуди, раздавали их всем желающим для того, чтобы они прорастили и высадили дубы. Скажите, немасштабно. Главное – начать. Вот сегодня около 80 человек откликнулись на призыв посадить дерево. Это наш город, это наше будущее, и деревья – это кислород, это легкие города, поэтому у нас такой климат в Казахстане, что деревьев мало, поэтому, мне кажется, это очень полезное мероприятие. Обычно таких людей называют чудаками, но на них мир держится. Главное их отличие – неравнодушный, стойкий характер. Сергей Высокосов, Первый Карагандинский.